Что делают женщины, чтобы справиться с душевными переживаниями? Они больше общаются с подругами, ходят в магазины или записываются в фитнес-зал и салоны красоты. Они пьют чай с медом или кладут под подушку цветки лаванды. Но даже если кошечка и собачка им не помогает, то они точно знают, что их спасет психолог. Наш же мужчин затащить к врачу практически невозможно. Да и зачем это делать, если есть старый проверенный метод с рюмкой водки на столе? Но способ этот не только вреден для здоровья, но еще больше усугубляет проблему. Ну а если других способов мы, мужчины, расслабиться не признаем, вот и получается, что мужская депрессия гораздо более опасная, чем женская. На самом деле депрессия не имеет половых различий. Она разрушает личные отношения и мешает человеку исполнять свои обязанности на работе или жить полноценной жизнью. Симптомы депрессии у мужчин такие же, как и у женщин, но мужчины их по-разному выражают. Наиболее частые симптомы депрессии у мужчин это низкая самооценка, суицидальные мысли, проблемы со сном, апатия, проблемы сексуального характера, включая снижение сексуального влечения. У женщин депрессия наиболее часто вызывает чувство грусти и повышенную впечатлительность. Мужчины в депрессии становятся раздражительными, агрессивными и грубыми. Попробуем разобраться, почему депрессия случается у мужчин. На первом месте это, конечно, неудачная карьера. А ведь мы мужчины в силу своей психологии ориентированы на успех, который гарантирует нам прежде всего физическое выживание. От этого успеха и зависит вся наша жизнь, а именно наличие работы, денег и уважения среди коллег. Какие же выходы из депрессии мы можем видеть? Во-первых, это, конечно, антидепрессанты, но только под строгим контролем врачей. Во-вторых, это спорт. Но не спорт высоких достижений, а обычный наш дворовый спорт. Возможно, футбол, волейбол, баскетбол на дворовых площадках. Не гонитесь за высокими достижениями. Нам нужно только расслабиться. И, конечно же, немаловажно это поддержка и общение с друзьями. Позвоните друзьям. Что делать женщине, если близкий ей человек близок к депрессии? Можно ли ему помочь? Можно, но делать это нужно аккуратно, осторожно, стараясь не задеть самолюбие. Потому что в силу нашей мужской психологии мы не прощаем собственные слабости ни себе, ни тому, кто явился ее свидетелем. Если вы хотите, чтобы рядом с вами был сильный, уверенный в себе мужчина, принимайте нас такими, какие мы есть. Ну, а лучшим лекарством от нашей депрессии будет ваше понимание и поддержка. Всем здоровья! С вами на портале Пульс Плюс был Роман Купецкий.